Теперь вы свободный микрофон можете взять, любой из микрофонов, можете два. И такой небольшой отворкинг пока мы ждем, можете рассказать про себя для коллегов, можете что-то, ну, предложения какие-то, объявления от себя, пожалуйста. Добрый день всем, добрый день, с немецким языком работаю в основном с украинским, с русским тоже. Больше всего понравилось музейный диалог, самая полезная часть. Кто следующий? Добрый вечер, то есть тоже добрый день, до скорой вечера. Я, как всегда, такой активный товарищ, меня зовут Неврията Лебедева, все знают, как Лаки Слон в Фейсбуке. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить организаторов, поблагодарить вам за то, что сделали возможным собраться еще раз на третий левел-ап. Что я хочу сказать, мне очень понравилась презентация Египы. Она была достаточно up-to-date, что называется. Последние новости нам рассказали о тенденции развития европейского туризма. Вот, и мне кажется, что на следующий год было бы неплохо приглашать побольше представителей европейских туристических ассоциаций для того, чтобы просто мы получали опыт и получали больше идей, может быть, даже так сказать. И очень здорово, если мы с вами еще поменяемся нашими фейсбук-никами и имейлами для того, чтобы мы в дальнейшем активно продолжали сотрудничать и поддерживали друг друга. Я, потому что, если у меня есть какие-то предложения по работе, я всегда обращаюсь. Но у нас своя туристическая фирма, и вот поэтому, собственно, у нас есть такая возможность. И если что-то возникает, я всегда пишу. Так что, спасибо, что у меня есть. И всех поздравляю с другим годом. Еще раз спасибо большое Енина, Вячеслав и управлению по туризму, всем всем, потому что действительно это составило. Спасибо. Я тоже хочу вас благодарить, организатора, потому что долгое время мы были лишены таких вот мероприятий. Ну, вы знаете, чем это связано в нашей стране, с некоторыми политическими событиями. И очень приятно, что вот нашлись у нас такие энтузиасты, такие люди, которые живут этим, а по-другому нельзя. И с тобой нас как-то вот объединили, мобилизовали. У нас горят глаза, мы хотим этим заниматься. Ну, и ситуация, конечно, тоже потихонечку меняется лучше, потому что без нас туризм в полном объеме существовать, согласитесь, не может. Мы действительно амбассадоры нашего туризма. Ну, я работаю давно, вот как некоторые мои коллеги, мы начинали еще под заново Советского Союза. Мы были тогда молодые, красивые, педагоги. Вот. И прошли школу, которую, ну, вот вспоминают, до сих пор вспоминают наши старшие коллеги. Это школа туриста и школа спектника. Молодежный туризм и закордонный туризм. Вот. То, что мы прошли, это может стать, наверное, темой для отдельной книги. Вот. Но то, что сегодня у нас происходит, да, вот в таких семинарах, в таких встречах, оно, конечно, кардинально отличается от того, что было когда-то. Когда-то вышел, выступил, галочку поставил и все. И в честь убийства в юно-земномове, в ходе приходишь, даешь экзамен, и пройти, пройти, а лепит тотальным контролем. Шаг в право, шаг в лево, расстрел. Сегодня у нас с вами удивительная возможность реализовывать себя, все ваши наработки, ваше собственное видение. Сегодня, действительно, каждый из нас, это авторская программа, да. Нет двух одинаково похожих экскурсий. А я помню, когда все экскурсии были одинаковые. Понимаете? И нас обязывали. Не дай Бог не сказал выдержку из 20-го съезда КПСС, да, или из программы «Мира», или чего-то еще. Я помню, когда наш всеми уважаемым замдиректора в Киево-Печерской лавре Ольга Прокофьевна просто пряталась под кустами, нас вылавливала, и не дай Бог, ты что-то не сказал, все. Потом, извините, фейсом об стол и рассказывали, как ты, Бебе, плохо поступил, но-но-но, и зять, и зять. В таком случае, как же так, ты подрываешь имя экскурсовода и научного сотрудника такого заведения. Поэтому сегодня, наверное, у нас счастливое время, потому что мы можем творчески реализовываться, можем расти во всех отношениях. И я желаю всем нам успеха и надеюсь, что такие вот семинары у нас продолжатся. И спасибо тем людям, которые нас организовывают. Спасибо. Спасибо. Я хочу подякувати особо всеукраинской асоциации гидов, потому что я в этом году закончила курсы гидов. И нещодавно, позавчера, мне кажется, я прочитала в фейсбуке какие-то гневные пости, что нужно только приглашать учеников, гидов. Я с этим не приглашаю, потому что мне нужно подрастать новое поколение. И я, например, хочу, мне это очень интересно, я себя в этом чувствую очень хорошо. И это моя справа. Я хочу этим заниматься. И дякую за такие возможности, за такие семинары, где можно взять что-то новое для себя. И всем дякую. Доброго дня. Меня зовут Максим. Давайте я стану, чтобы все бачили. Гид в белых рукавицах – это я. Дуже дякую. Дуже дякую організації, саме нашему Level Up, Організацію Всеукраїнской асоциации гидов. И я дякую вам, что вы сюда пришли. Знайшли час. Потому что спілкувание, это, например, для меня, это то, что мне не хватило на моей основной празднике. Потому что я специалист по посмешкам. Я лекарь-стоматолог. Поэтому приходите до меня. Пишите чабани. Есть гур. Там у меня есть что подивиться. Я его могу показать. А взагалі то, друзья, еще хочу поддякувати організаторам, саме від чоловічого гидовского клуба. У нас есть Мэнс Гайд Клаб. У нас чоловіків гидов не так много. На сегодня только 15 соток. Взагалі то мы собираем все, как хлопцы. Но у нас есть белые так званые вечери. Я вас всех запрошую. Приходьте до нас. У нас завтра будет ивент. Это специально для всех гидов. Если у вас будет время. Мы гуляем по КПІ. Саме для нашего чоловічого клуба. Організація экскурсии по КПІ. Збир 14 минут. А женщина умного? Женщина умного. Белый вечер. Белый вечер. Белый вечер, да. А взагалі то, чому я вдягнув рукавички, это знаете, я долго шукал, и я пришел в школу. Напевно, я не един. Еще у нас есть Макс. Я Максим, а есть Макс. Макс Оленник. Мы пришли в школу КВ. Мы очень пишем. Потому что это нас надихнуло на то, чтобы проводить, возможно, экскурсии. И... До чего вы думаете? Я долго шукал эту фишечку, которую, в принципе, каждый из экскурсоводов. Это моя особенная думка. Поэтому я выбрал белые рукавички после того, как я надихнулся своей экскурсией про киевских масоней. Вот. Куда я вас тоже запрошу? 29-го в неделю, в 11.00, на... на встрече на бульваре біля тюзу на литрах. Вот так. Взагаля, то... Что хочу додати... Девчата, хлопцы... Давайте, как там казахи, живем дружно и побежать три. Один нашел. Дуже вам дякую. За компанию. К нам присоединились, как вы видите, Марина Сергеевна Радова, управлення туристической промоцией «Канзеан». Алена Чернеева, это... Выконовающая обязанности обов'язки КМП, туристический промоцией центр «Канзеан». Алена Чернеева, потому что четыре дня прошло. Замечательно. Интенсивно. Мы действительно хорошо все поработали. С десяти до шести. Ну, кто-то там уходил, убегал и потом прибегал. Мы не без этого. Но, тем не менее, очень много было информации, очень много было полезного. И, конечно же, мало. Всегда нам мало. Хотелось бы больше и интереснее. Ну, это я думаю, что в следующем году мы тоже будем совместные мероприятия придумывать и проводить. И... Ну, хотелось бы, чтобы Вы сказали, чтобы... Доброго дня. Дуже хочется... Меня зовут Наталья. Дуже хочется поддякувать за такую зусту речь. Это уже третий леверал, который проводится. И это для них жизненно необходимо, потому что у нас не хватает времени для спілкувания между собой, для того, чтобы обговорить какие-то проблемы, наболелые вопросы. Просто поспілкуваться, 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 поспілкуваться с Семеновым. Цего года нам была очень интересная встреча с музейниками. Оскільки я працювала, и я музейник. Ну, 12 лет. И я знаю, какие склады, что есть взаимодействие этих историй. И эта встреча, я думаю, когда я со мной погодиться, была достаточно продуктивной. И дякуем за возможность залучить правильных музейников Киева для того, чтобы мы мали отвертую разговор. Это было крайне важно. И еще раз поддяка, просто займем. Просто, когда мы сейчас запустили буквально пару дней проект, и все вы еще, не все знаете, но вы все подключены к этому, ивенту. Потому что когда все-таки пропагандируют нас, экскурсоводов, как интеллектуальные экскурсии, как интеллектуальный Киев. Ну, не только букс отца полезь и попить на Рождество. Поэтому в домике на Софийской площади выставлены наш рекламный плакат о том, что предоставляются услуги всем желающим, кто хочет получить экскурсив рождественские, праздничные, интересные экскурсии. Да, наш телефон это как бы забросится больше в группа, не только тех, кого я знаю, поскольку я как бы не всех сразу знаю, но я вас предупреждаю. Очень благодарны за этот проект, потому что мы, конечно, очень нуждаемся в нашей популяризации. Вот в прямом смысле, но не бабка, детка сказала, не вот эти вот рекламные маленькие проспектики какие-то, да, а действительно представляют себя, во-первых, как ваговцы, во-вторых, как людей интеллектуального труда, в которых действительно есть эксклюзивные экскурсии, это прежде всего. Со вторым представителем мы работали на втором конгрессе деловых женщин Украины, очень красиво была тоже представлена программа, и мы как бы стараемся везде нас представлять по возможности, чтобы как бы слышали не только как группа экскурсоводов, а как организации, потому что если мы будем на всех вот этих съездах, конгрессах, встречах, представлять себя как организацию, то прежде всего как организация мы введем правила поведения. Если мы, как представители, будем иметь свои правила поведения и их придерживаться, то все остальные вынуждены будут как бы под нас подстраиваться, да, то есть уже будет какая-то классика поведения, которая бы хотелось, чтобы она была как основа, то есть я как бы, ну вот мои экскурсии немножко индивидуальные, у меня авторские экскурсии, у меня никогда не может быть больше, например, 8 человек, то есть у меня совершенно другой ивент, это не иностранные туристы, это исключительно наши люди, те, которые чуть глубже хотят знать историю, но при этом и хотят, чтобы это было интересно, а не только как лекция там в университете, да, то есть своя специфика, я как бы не могу так громко распространяться, рассказывать, и у каждого из нас есть какая-то вот такая, свой нюанс, да, мы должны об этом рассказывать, но мы все должны, опять же, придерживаться каких-то общих правил поведения, если мы не будем содействовать городом, содействовать с институтами, содействовать с любыми конгрессами, мы как бы о себе и не заявим, поэтому спасибо вам большое в любом случае, что вы нас задействуете, за то, что вы с нами считаетесь, и при составлении любых проектов всегда наши пожелания действительно слышатся, то есть вот, когда я работала в содействии, я объяснила, какая наша специфика, да, что мы могли бы, а что мы не могли бы, к чему прислушаться, и вот спасибо действительно огромное, что действительно все эти пожелания были услышаны, и тут же реализованы, так что вот, как бы, извините, я там, от всех нас говорила, но просто поверьте, я нас защищала. Спасибо. Да, я тут 4 дни проводила семинар, на жаль, я в первый день не смогла попросить про сутки, но, что мы имеем на сегодня, мы имеем великий коллектив гиддов, экскурсоводов, которые встречают наших туристов, звичайно, мы будем ориентированы на вас, мы, звичайно, хотим, всю вашу проблематику, всю вашу проблематику, все проблемы, которые связаны с промоцией, с Киевом на горе, как туристической локации, звичайно, обговорювати. И наразе, это семинар, я думаю, что это уже третий рік поспорь, проходить таки обмин думками, опытом, когда у вас нет часа поспілкуваться в асоциации, то обратитесь, мы сейчас для вас часто заберем вас, это не проблема. Но что мы хотим от этого семинара для себя, как управление туризма и промоцией, как коммунальные предприятия, мы хотим от вас рекомендаций и тих наболелых моментов, которые мы можем решить на нашем уровне, на местном. Мы все знаем, что мы долго очевидимы изменения Украины про туризм. Наразі, это процесс таки, новые депутаты, мы все-таки обратились до них и просили их, чтобы прискорить этот процесс. Но сейчас это от нас залежит. Что залежит от нас, будем делать. И я знаю, что есть такой опыт из города Львова, и много экскурсоводов ориентируют, что есть такое в них решение, есть певные экскурсоводы, которые рекомендованы, перебиваются на сайте. Я не знаю, что это или нет, это вы должны сказать. Мы все разом должны решить, каким образом мы будем позиционировать вас как тех, которые рекомендованы. Каким образом мы будем каждый год, каждый год чтобы экскурсоводы защищали свои экскурсии, або и ключи на это мае быть, потому что это авторский проект и захищать тоже нужно что-то, кроме карты про памятки и так далее. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы нашли час, нашли возможность поспілкуваться. На самом деле программа, я надеюсь, была интересной, но, возможно, в следующем году мы уже будем изменять формат, будем чекать от вас пропозиции, что-то динамическое делать, что-то может быть независимым, потому что хочется, чтобы вы практически что-то сделали и обменялись какими-то интересными между собой. Поэтому мы чекаем от вас пропозиции, какой-то резолюции в письмном виде экскурсоводов, что бы вы хотели сделать в Киеве так, чтобы мы могли все разом сделать его лучше, и увеличить потих туристов, хотя вдвече иноземных внутренних тестов. Здравствуйте, меня зовут Валерия Баглинцева, я новичок в туризме, работаю видом буквально недавно, но у меня есть сразу вопрос, вот буквально сегодня я ходила с туристами из Латвии, и в целом не только от них, вопросы у меня поступают от иностранных туристов по поводу того, почему у нас на зданиях разрешены кондиционеры, пластиковые окна, ну да, я про историческую часть, то есть одни и те же вопросы, почему у нас такие ужасные пластиковые окна, и будет ли это возле какое-то решение будет? Спасибо за вопросы, мы его врахуем, и мы вернемся до наших коллег, для Богдану Культурно-Спадщины, это по-перше все их парафия, потому что, если это памятка культурная или архитектурная, нужно также враховать кто балансов тренировок, если это место, то это одно вопрос, если это Министерство культуры, то это иное вопрос. Поэтому это глубокое вопрос, которое потребует решения наших коллег, я знаю, но я знаю, что все вывески кондиционеров можно вывешивать за умовы, которые нужно выполнить для этого строительства. но это памятка или не памятка. и мы продолжим работать все вам как раз в таком свободном полете, и таких инициатив не было. Поэтому то, как я формировалась, это вот было больше какие-то личные ощущения и так далее. И вот для меня в этом году было действительно открытие, интерпретация Вячеслава Орещенко тоже. Это супер, для меня было, потому что я услышала то, к чему я шла годами, а вот сейчас, кто пришел только в эту профессию, вы получили такую, не знаю, это не конфетка, это тортик, потому что я к этому шла годами, и я получила подтверждение, поэтому я увидела направление, куда мне нужно двигаться, чтобы действительно take my tours to the next level. Поэтому действительно в этом году я для себя подчеркнула что-то очень практичное, конкретное, и действительно, кто отбирал информацию, сформировал программу, супер. Я очень узеваю. Ирина Гаврилова, она же автор этой программы, автор Энстон. Я знаю больше, чем кто-нибудь, а что вам нужно. С вами мы разделим все, а в шишки получу я. В шишки подъем, больше не будет. Ну, лично от себя обязуюсь больше написать в своих постах как раз о интерпретации, потому что лично меня это тоже зацепило, и буду поддерживать это направление. И у меня тоже есть свои планы и проекты, которыми в следующем году я бы хотела заниматься, и вот поэтому я неспроста поднимала тему авторского права, и у меня также есть проект по QR-кодам, я бы хотела лично в этом проекте использовать, поэтому мне бы было очень полезно узнать человека, кто бы мог меня скоординировать в этом направлении, и как себя защитить правильно, даже, ну, договора и так далее, и по QR-кодам. Я в основном работаю с иностранцами, поэтому у меня будет как, ну, на разных языках этот проект, и так далее, я буду очень рада этой поддержке, моей инициативе. Всем вам тоже благодарю, вы классные, вы бомбетные, я бы сказала, потому что действительно это прекрасно, что мы с разных периодов, и мы можем делиться этим опытом, и действительно Киев будет прекрасным. Он уже, он на самом деле, он прекрасный город, но чтобы больше и больше туристов к нам ехало, я понимаю, что мы маленькие дипломаты в этой цели, и поэтому от нас много что зависит. Ещё раз спасибо. Мы переходим к самому приятному. Там есть у нас сертификанты, участники, и я попрошу Марину Сергеевну выдать вам заслуженно. Александра Костенко. АПЛОДИСМЕНДИСМЕНДИСМЕНДЫ Ура! АПЛОДИСМЕНДЫ Юлия Каруль. АПЛОДИСМЕНДЫ Алена Климова, Наталья Кайтанова, Валентина Жасникова, спасибо. Алена Климова, Наталья Кутник, Алена Климова, Наталья Кутник, Анатолий Кутников, Наталья Кутникова, Скидка на соматологию. А, да, я забыл. Скидка 30%. Симпро. Олена Хачаук. Значит, бизнес, кризиски для него, не основной вид заработки. Раз такими вещами разбрасывается. Оксана Марио. Кирина Пила. Я бы она целые 50% сделала, но большинство вообще бесплатно. Валерия Гринцева. Игорь Асауленко. Игана Адамов. Нету ее не знаю. Нету ее не знаю. Она проедена Антонсика. Наталья Килова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ Анатолий Кириллович, Наталья Кириллович, Наталья Леонидович, Наталья Кириллович, Наталья Семенько, Юлія Семенова, Семія Петньова, Наталья Бирік, Олена Полінь, Ігор Перебелиця, Оля Радлининка. Оля Радлининка. Оля Радлининка. Можно я сам? Вы знаете, я вам очень благодарна за то, что вы и так хотите меня услышать. Оля Радлининка. 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 Спасибо вам огромное, что вы поддерживаете нас Потому что вы неспроста собрались в невинную организацию И нам это вдвойне приятно Спасибо всем за теплоту Спасибо огромное, Ольга Оксана Орлова, мы все-таки продолжаем Максим Олейник Дайте я, я тоже была скульптуром Друзья мои, просто когда микрофон рядом, мне надо Это привычка, привычка венщика Когда я получаю микрофон, обязательно хочется сказать тост Я надеюсь, сегодня у нас это получится Все надеются на это Потому что ведь так было хорошо Поэтому я тоже хочу присоединиться ко всем благодарностям Потому что в этот раз этот левелал был Действительно он был особенный Для кого-то может быть не достаточно, для кого-то лучше, круче Но он был особенный Я получил много интересных, интересных, практических советов Которые, кстати, после, сейчас вам скажу, после первого, да? Когда у нас было, вот эти игры у нас были Первые, да? Какие игры, точнее? С кем? Это, кстати, показатель, когда в коллективе очень мало мужчин Начинается пристальное женское внимание А мне легко работать такой акционалом? А у меня вечером, сразу после этого у меня был целый автобус 50 человек белорусов И это было так здорово Когда я зашел, чтобы познакомиться Я поиграл с ними вот в эти ладушки Это так хорошо Дети, взрослые, все планируют И вот это все время Задашь вопрос, они все хлопают тебе Это так классно Спасибо большое всем Спасибо вам за все Спасибо вам за просмотр! Инна Морзеева Что, мне танцевать? Да Ольга Шумрай Вот это Наклеечка Терестудия Места Слева становится Все стараются Терестудия Убежать Через самарту Желают Активные Аплодисменты. 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 Вечеслава Рюшенко. Дуже спасибо вам за то, что нашли час. Запрошу вас до спецпрации. Завжди рады вас видеть на нашей Адресе лабораторной прогулы 1. Венком туалу, а вы, правда? Сейчас еще предоставим слово колене Черниги, к виконавчому директору КП «ТИНС». Мы очень надеемся, что на Ревске это будет гадный КП «ТИНС». Я всех приветствую, супер крутые, молодцы. Я так понимаю, что это меньше части, но больше в асоциации есть профессиональные. Я очень благодарна за вашу работу, потому что мой опыт в туризме начинается в 2009 году. И я безусловно дотична до этой сферы, потому что я училась на туризме и знаю, что такая работа есть из практической точки зрения. Я вам хочу сказать дякую за то, что вы есть этим городом, потому что ваша работа очень важлива. Насправді, вы являетесь внутреннего Киева, и это очень важно, как для нас, для города, это очень важно для самого Киева и для туристов, потому что вы постоянно работаете с нашими клиентами и формуете его эмоции. Такой эмоцией он повернется до себя, до своей романтики и через него повернется в новую Киеву. Поэтому я вам желаю всем снова здоровья, великого счастья, внутреннего баланса и каждый день влюбляться все больше и больше в Киеве. Ну и, конечно, я попрошу к спорту. Мы сейчас в Киеве, 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 в Киеве и в Киеве. Відкритий абсолютно для всех экспонсоводов, для коллег. Мы только заходим на спорту, поэтому, еще раз скажу и закликаю, у меня идеи. Мы готовы, пожалуйста, на комуникацию. Ну и сейчас мы это засвечиваем меморандумом с паней Ельиной и за социальную твитку. Так. Так. Тому всем очень благодарю. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно уже на вечерю.